всем привет с вами наталья мапола и сегодня в мастер-классе мы с вами сделаем вот такое замечательное колье графит и так по материалам нам с вами для создания данного колье понадобится бисер черного цвета номер 10 прециоза его понадобится около 40 грамм плюс минус зависит от длины вашего колье в готовом виде также для оттенка для отделочных бисеринок мы возьмем с такой серебристый 78 102 мой любимый цвет и на расшивку нам также понадобятся бисер и бусинки у меня вот такие 3 миллиметра под жемчуг такие вот серые перламутровые плести я буду на ниточки это титан 100 покупала в мелодии бисера все материалы начинаем работать и набираем вначале одну серебристую бисеринку оттеночную и так набираем одну серебристую затем набираем две черные затем снова одну серебристую затем снова две черные затем снова одну серебристую две черные и затем 4 серебристые бисеринки мы набираем на иголку это наш первый есть такой набор вот так он выглядит опускаемся по ниточке придерживаем кончик нити теперь смотрите пропускаем вот эти бисеринки которые у нас внизу и проходим иголочкой вот эти четыре и две черные мы пропускаем и вот в эту серебристую я прохожу снизу вверх вот таким вот образом чтобы образовалась петелька вот так теперь набираем на иголочку две бисеринки черные одну серебристую она у нас будет ключевая да что ж не хочешь что набираться и две черные и проходим иголочкой смотрите в первую оттеночную бисеринку самую самую первую прошли прошли и на данном этапе мы завязываем несколько раз узелок для того чтобы наше плетение не распустилась не развязалась набираем на иголочку две бисериночки черного цвета одну серебристую и две черного цвета вот так проходим иголочкой в центральную бисеринку которая у нас серебристая вот эту по направлению вниз подтягиваем затем снова набираем на иголочку две бисериночки черные одну серебристую две бисериночки черные вот так и проходим иголочкой смотрите мы делали с вами петельку сейчас я увеличу мы делали с вами петельку внизу поворотную нашу и мы проходим набрали и проходим в первую бисеринку этой петельки по направлению вниз вот она так затянули затем набираем на иголочку три бисериночки оттеночного цвета три и проходим иголочкой вот в эту бисеринку центральную из предыдущей петли вот так подтягиваем у нас с вами образовались две петельки симметричные слева и справа вот затем набираем на иголочку две бисеринки черного цвета одну бисеринку серебристого цвета и две бисеринки черного цвета вот так и проходим иголочкой в первую петелечку в центральную бисеринку она у нас также серебристого цвета подтянули теперь набираем на иголочку две бисеринки черного цвета одну бисеринку серебристую и две бисеринки черного цвета затем набираем на иголочку 4 серебристые 1 2 3 4 вот такой набор для верхнего поворота теперь опускаем бисеринки к нашему плетению затем пропускаем 4 бисеринки серебристые 2 бисеринки черные и проходим иголочкой без бисера в серебристую в обратном направлении сверху вниз подтянули верхняя петелька у нас образовалась теперь набираем как мы обычно с вами набирали две черные 1 серебристая 2 черные вот так и проходим иголочкой вот в эту петельку которая у нас следующая идет петелька по ходу плетения вот она выйдя из вот этой бисерин очки центральной мы набираем с вами две черные бисерин очки одну бисерин очку оттеночную и две бисерин очки черного цвета вот так и проходим в обратном направлении через вот эту бисерин очку вверх подтягиваем хорошенько подтягивайте чтобы не было видно нитка между бисеринками теперь набираем на иголочку две бисеринки черного цвета одну серебристую бисеринку и две бисеринки черного цвета вот так и проходим в первую бисеринку которая у нас серебристая перед двумя черными вот это подтягиваем набираем снова две бисерин очки черного цвета одну бисерин очку серебристого цвета и две бисерин очки черную проходим иголочкой в предыдущую петлю центральную серебристую бисеринку по направлению вниз подтягиваем так теперь повторяем то же самое набираем на иголочку 2 1 2 и затем набираем 4 бисеринки серебристого цвета еще 4 после этого мы пропускаем пропускаем вот эти бисеринки 4 серебристые и 2 черные входим иголочкой в обратном направлении через вот эту серебристую бисеринку вверх подтягиваем ниточку затем набираем на иголочку 2 бисеринки черные серебристую и 2 бисеринки черные так и проходим вверх в серебристую бисеринку сделали поворот вверх теперь точно так же как мы плели набираем две бисеринки черные серебристую 2 черные и проходим в только что образовавшуюся петелечку по направлению вниз в центральную серебристую бисеринку вот так затем снова я набираю на иголочку 2 1 и 2 вот так и прохожу вот в эту бисеринку которая у нас первая после двух черных затем я набираю три бисеринку серебристые и прохожу вот в эту серебристую центральную бисеринку и вверх подтягиваем после чего набираем на иголочку 2 1 2 и проходим в центральную бисеринку верхней петельки подтянули с этого момента действия будут повторяться сплетите пожалуйста сетку основы необходимой вам длины и далее следующим этапом и и разошьем и так мы с вами проплели нашу сеточку для будущего колье и обратите внимание вот эти вот зубчики которые мы с вами делали они как бы заворачиваются туда-сюда чтобы такой ситуации не было второй этап плетение нашего колье заключается в том что мы будем вставлять между вот этими три и 3 там где серебристые 2 бисеринки также серебристого цвета выведите пожалуйста ниточку из трех серебристых бисеринок вверх над вот этой центральной наберите две бисеринки и пройдите иголкой через все бисеринки серебристого цвета затем через две бисеринки черные через следующие две черные через следующие две черные и через четыре следующие серебристые то есть вот так первое и затем три за один раз если у вас не получится проходите постепенно после того как вы добавите по 2 бисерин очки над каждыми вот этими выступающими дугами после таких действий ваши колье примет форму более жесткую в районе вот этих самых зубчиков и колье будет держаться более жестче и смотреться будет более органичнее потому что если посмотреть то не очень как-то смотрится как будто бы чего-то не хватает вот чего не хватает мы с вами и доставляем здесь две бисерин очки добавляем надстраиваем скажем так и проплетаем проходя по вот этим всем бисеринкам мы также укрепляем горловинку нашего колье и так вот перед вами такая ажурная лента для будущего колье мы сплели с вами в два этапа эту ленточку и я вам должна сказать что уже в таком виде она выглядит потрясающе на шее вокруг шеи ложится очень хорошо и выглядит очень красиво и так выводим выводим ниточку вот из этой бисеринки по направлению вниз набираем бисеринку серебристого цвета бусинку 3 миллиметра жемчужную и бисеринку набрали и проходим вот в эту серебристую бисеринку она у нас ключевая подтягиваем затем проводим ниточку через вот эти две черные бисеринки затем я снова набираю одну бисеринку серебристую одну бусинку и бисериночку вот так и провожу иголочку в противоположную вот эту вот центральную серебристую бисеринку затянула затем провожу ниточку с углой дальше по двум бисериночкам подтягивать нужно очень очень хорошо чтобы чтобы этот набор лег прям вот в эту ячейку снова то же самое набираю бусинку с бисеринками вот так вот вышла мне ниточка из двух я провожу иголочку противоположные две черного цвета а также в следующую серебристую серебристую подтянула так затем снова то же самое бисериночка бусинка бисериночка провожу иголочку центральную бисериночку серебристого цвета а также в две следующие следующие за ней черный вот так затягиваем затем точно так же бисериночка бусинка бисериночка проходим иголочкой через вот эту центральную серебристую бисеринку а также через 2 а также через 2 черные подтянули снова то же самое бисеринка бусинка бисеринка проходим вот в эти две черные бисеринки противоположные как раз подходим и Вот так у вас должно получиться. Обшите, пожалуйста, показанным вам способом все ваше колье. Итак, полностью я расшила мое колье. Вот так оно выглядит. Теперь приступаем к замочку, к застежке. Наберите на иголочку, да, выходит ниточка из вот этой крайней, из дуги бисеринки. Набираем 7 бисериночек на иголку. Затем нам понадобятся с вами соединительные колечки одинарные. Подвеска, утяжелитель, карабинчик. И два соединительных колечка двойных. Итак, вывели ниточку. Набрали 7 бисеринок на иглу. Затем набираем колечко, двойное которое. И завязываю на этом колечке узелок. Несколько раз. То есть один раз. Крепко и туго, чтобы колечко было после бисеринок. И нитка не висела. Второй раз поддеваю здесь же за колечко. И в петельку. И третий раз делаю то же самое. Затем набираем снова 7 бисериночек на иголку черного цвета. Набрали. И проходим вот в эту серебристую бисеринку. Двигаемся вниз. Затем делаю узелочек здесь. Как при шитье. И теперь вот эту петельку, которую мы с вами пришили из бисера и колечка, нам с вами нужно пройти несколько раз. Я прохожу 4 раза. И теперь осталось прикрепить сам замочек, собрать. Для этого мы берем наши инструменты и соединительные колечки. Раскрываем колечко. Крепим к двойному колечку. Замыкаем. Поджимаем. Берем следующее колечко. Раскрываем. Подсоединяем к предыдущему. Закрываем. К последнему колечку я креплю утяжелитель. Какую-либо подвеску металлическую. Можно бусину. На ваше усмотрение, по вашему вкусу. Поджимаем. Со второй стороной поступаем следующим образом. Берем также колечко. Раскрываем. Крепим сюда замочек карабин. Крепим сюда же наше колье. И закрываем. Вот и все. Что тут ниточки у меня. Проверьте тоже ваше колье, чтобы у вас не было нигде ниточек лишних. Если они есть, посмотрите аккуратненько. Все отрежьте лишнее, чтобы у вас было красиво все и аккуратно. Вот такое замечательное, шикарное колее у меня получилось. Я надеюсь, что мастер-класс вам понравился. Колье действительно очень красивое. Лежит вокруг горлышка, вокруг шеи идеально. Вот такое колье у нас с вами получилось в итоге. Теперь не забывайте о вот таком вот средстве. Это средство удивительное. Оно настолько продлевает жизнь вот этих всех деталей металлических. Я его просто обожаю. Я всегда пользуюсь этим средством. И вам советую, потому что все-таки фурнитура, она такая вот из металла обычного, да, ничем не обработанного. И поддается коррозии. Поэтому, пожалуйста, вот такой вот сапун лак вам в помощь. Я покупала, повторюсь, в мелодии бисера и снова заказала. У меня уже закончился второй флакончик. Я заказала еще парочку себе. Он намного удобнее в том плане, что у него есть кисточка, вот как у лака для ногтей. То есть им очень удобно промазывать все вот эти вот металлические детали, колечки. Я даже колечки соединительные, ну вот все полностью промазываю, потому что боюсь, чтобы не повредила ржавчина. Мои вот эти, ну или потускнеют, могут потускнеть. Вот таким вот способом, легкими движениями мы покрываем и оставляем на 30 минут. Повторяем данную процедуру три раза. И вы будете уверены, вы сами увидите, почувствуете разницу. Поэтому очень советую, классное средство, сама им пользуюсь и очень довольна. Итак, на этом все. Я всех вас очень-очень люблю. Если мастер-класс вам понравился, вы знаете, что нужно делать. Подписывайтесь на мой канал, пишите ваши замечательные комментарии. Я с удовольствием их читаю. Всех вас очень-очень люблю. Целую и обнимаю. Всем пока-пока.